Почему в Макдональдсе можно купить чизбургер за 99 центов, но нельзя за эти же деньги купить даже головку брокколи? Мы перекосили нашу пищевую систему в сторону плохих калорий, и это не случайно. Эти калории дешевле только потому, что мы активно их субсидируем. И это напрямую связано с тем типом сельского хозяйства, что мы практикуем, и тем типом сельхозполитики, что мы проводим. Все эти закусочные калории поступают из товарных культур, из пшеницы, из кукурузы, из сои. Сделав эти калории действительно дешевыми, мы сделали уровень доходов к главным условиям ожирения. В течение всей истории человечества мы боролись за достаточное количество еды и калорий для значительной части людей. А сейчас проблема в слишком большом количестве калорий. Промышленность списывает ожирение на кризис личной ответственности. Но создавая еду искусственно, мы нажимаем на кнопки эволюции. Мы прочно привязаны к трем вкусам — соли, жира и сахара. В природе они встречаются очень редко. А сейчас сахар доступен в любое время в колоссальных количествах. Мы поедаем его сотнями килограммов в год. Диета из высокофруктозного кукурузного сиропа и рафинированных углеводов приводит к повышенному содержанию инсулина и постепенному износу системы, которой наш организм перерабатывает сахар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова